Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Я рад вас приветствовать на нашей новой серии про Чайзера. Как вы знаете, в межсезонье это самое больное время для любого корчестроителя. Почему? Да все потому, что нужно к новому сезону припастись фишечками, плюшечками, нужно много всего переделать. И это коснулось нашего Чайзера. Потому что мы задумали нечто невообразимое. Надо сказать, что прошлый сезон на стандартной турбине, а потом уже на 30-ке был достаточно веселым. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 простые движения то есть тачку мы красим сами точнее и крашу я своими вот этими уже грязными ручками все почему можно было тачку отдать куда-нибудь в покраску нам бы там закатали опять ее в трехслойный перламутр все было бы очень хорошо это было очень дорого стоило и так далее так далее собственно тачка покрашена с баллонов и нам это нужно было для того чтобы сделать одну очень крутую вещь когда ты например впарываешься куда-то а это зачастую очень часто происходит для того чтобы починить очень быстро деталь и будет тачка всегда как говорит евгений лосев была на фоксе мы прибегли к баллончикам ну то есть если мы шоркаем убиваем крыло или что-то еще ты просто берешь баллон новую деталь ставишь обратно тачка целая думаю что затея довольно таки неплохая как вы знаете мы на нашем чайзере выпилили заднюю часть ну собственно говоря жопку и для чего это было сделано для того чтобы снизить вес для того чтобы мощность была более эффективна и все вот эти вот вопросики также мы сделали до задней оси нулевой развал наконец-то поставили ручки чел который работает наконец-то правильно и адекватно и собственно говоря выкинули абсолютно все из салона для того чтобы уже по нормальному приложению поставить хорошее сиденье то есть сейчас можно очень много и долго спорить по поводу того что сиденье от rex 8 хорошие действительно хороший можно было поставить субаровское сиденье от какой-нибудь стихи она тоже него неплохое но собственно говоря поскольку я немного не не стандартные комплектации комплекции вот мне нужно было нормально серии мы его наконец-то приобрели она будет в следующей серии когда мы будем варивать вот эти вот все поперечины которые по приложению и так далее и так далее эти все работы они очень затяжны и долгие то есть это вам ну не просто ты пришел быстренько тут дунул плюнул пошел и так далее тем более с учетом того что мы тачку красим по частям и увидите что капот а капот это сука сложная вещь я уже вот эту вот песню я продолжаю просты она постоянная как бы если учесть все детали автомобиля на каждой есть какая-то маленькая коцка у меня уже ушла целая банка фи финишной вот этой вот шпаклевки когда ты скольчика потом дальше начинаешь задувать и красить и вот это вот все продолжается бесконечно это все трудно сложно и затягиваю то есть это ну не та штука который ты пришел за один вечер сделать вау получил результат также мы конечно же задули пол надо сказать что мы шумки только из тачки вытащили на килограмм 15-20 . вот этих лишних компонентов мы наконец-то попрощались нашим любимым потолком в цвет моей бороды и ну слава богу вот ушел собственно какой у нас дальше план дальше нам нужно вот эту вот розочку на заднем колесе полностью отрезать привариться нормально выровнять задние крылья и докраситься причем я думаю что мы еще какой-нибудь в этом году ливреечку придумаем потому что ну блин ну этот цвет он мне честно говоря очень нравится жалко что баллоном жалко что я не умею нормально красить пистолетом я бы все конечно крут покрасил надо учиться но надо сказать что уже даже в таком состоянии эта тачка манит и притягивает лично мой взгляд про крайней мере в этом боксе не это офигенно также мы кстати замахнулись на переднюю подвеску мы уже приобрели вот эти вот косые рычаги для того чтобы менять кастер так у нас полностью поменяется конфиг передней подвески в этом году когда мы ее поставим мы будем пробовать мы обязательно вам об этом расскажем и собственно говоря ребятки сложности и в этом мире огромное количество и трудностей в жизни тоже но мы не опускаем наши лапки ручки и готовимся к этому сезону так что дамы и господа с вами был я дедушка борода не опускайте лапки ручки и готовьтесь потому что этот сезон после наверно таки спада всех всех этих проблем должен быть максимально зажигательный и дымный не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok